Абакан 24 В неделе стартуют работы на улице Перятинска в юго-западном жилом районе. Это у нас улица Пушкина от коммунального моста до улицы Катанова. Капитальный ремонт в объемы работ входит замена бордюрного камня и замена асфальтово-бетонного покрытия. В том числе у нас перенос, вы слышали, восьми опор троллейбусного управления. Подрядчик в выходные приступает к демонтажу бордюрного камня, ну а впоследствии по согласованию уже будет по перекрытию данного проезжей части. Понятно, что сейчас это один из самых востребованных участков магистральной улицы. Особенно плотный транспортный трафик в утреннее и вечернее время. Но на первом этапе ограничивать движение подрядчики не планируют. Они отфрезеруют обочины и разберут старый бортовой камень. Конечно, определенные неудобства для автомобилистов будут, однако без этого не обойтись. Примерно такие же работы в начале мая развернутся в юго-западном жилом районе столицы Хакасии. Это объект номер два по нацпроекту. В рамках безопасно-качественной дороги в прошлом году был заключен контракт с ДСП-8 на производство капитального района улицы Перядинская. Подрядчик со следующей недели приступает к демонтажу бордюрного камня. В настоящий момент он произвел подготовку уже металлоконструкции опор, ну и материала по освещению. В объемы работ входит демонтаж бордюрного камня устройства, замена дорожного полотна, устройство освещения и тротуаров, и замена остановочных пунктов. В этом году будет выполнен капитальный ремонт на первом участке – от улицы Стофата до Воинской части. Проект предусматривает расширение проезжей части до 11 метров, а в районе перекрестка вообще до 14,5. И поэтому еще на этапе подготовки специалистам градостроительного департамента пришлось заняться перемещением торговых киосков, изменить свое положение и остановки общественного транспорта. Словом, на улице Перядинская скоро грядут большие перемены. А с 15 мая начнутся работы по благоустройству общественных территорий. В 2023 году в программу по формированию комфортной городской среды включены 15 парков и скверов. Сроки и объемы сейчас уже определены. Подрядчики Архограда готовы выйти на объекты. Объектов с каждым годом все больше. К 12-ти переходящим с прошлого сезона паркам и скверам, которые благоустраиваются по программе формирования комфортной городской среды в Абакане, прибавились еще три новые общественные территории. Площадку 29-й школы на улице Лермонтова, парк Победы и парк культуры и отдыха. Сегодня городостроители и подрядчики детально обсудили каждый объект. Общий старт работ намечен на 15 мая. Эта дата определена муниципальными контрактами. На нее ориентируются в частности строители МЖФ, которые выходят на завершающий этап благоустройства сквера начелюсткинцев, что в жилом районе Южный у 18-й школы. В этом году у нас запланирована многофункциональная площадка. Там хоккейная коробка будет, то есть баскетбольная, ворота мини. Ну, как бы и летом, и зимой можно, как хоккейной, так и летом, и зимой можно будет ее использовать. Самое основное, ну, это парковка проезда, озеленение у нас будет, ограждение, соответственно, защитного и сквер будет, и дополнительно ограждение пешеходного перехода, асфальтобетонное покрытие всей площадки проезда, ну, и установка мафов. Освещение у нас выполнено в прошлом году, то есть уже будет площадка освещена. Приходится учитывать, что сегодня все силы подрядчиков брошены на ямочный ремонт улиц города. Это первоочередная задача. Но к середине мая основные объемы будут уже выполнены, поэтому строители смогут переключиться на скверы парки. Впрочем, на одном из объектов благоустройства работы на этой неделе начались. Это территория многоквартирного дома Дружбы народов Кати Перекрещенко, где лимерик, а там у нас уже происходят демонтажные работы. Работы происходят у нас в фрезеровании и обновлении асфальтобетонного покрытия, проезжей части, также установка колодцев, где у нас будет лишняя вода уходить. По срокам, получается, у нас с вами по 20 июля запланировано, но если все хорошо пойдет, то гораздо быстрее, потому что работы уже начались, ведутся подготовка под асфальтобетонное покрытие. Я думаю, будет намного раньше закончиться работа. Рядом с этим проездом в прошлом году благоустроена общественная территория с автопарковкой и установлены спортивные тренажеры. Теперь подрядчики приводят в порядок проезжую часть. В общую смету включены новый асфальт, разметка, знаки и озеленение. Работы ориентировочно завершатся в третьей декаде июля. Между тем, в Абакане продолжается голосование, по итогам которого определятся победители конкурса проектов благоустройства общественных территорий на следующий 2024 год. Всего, напомним, в списке 9 объектов они расположены как в самом сердце города, так и в отдаленных жилых районах. Телеканал Абакан-24 продолжает знакомить вас с ними. Слово Анзору Сабанову. Практически в каждом городе мира есть своя главная пешеходная улица. В Париже это Элисейские поля, в Барселоне Рамбла, в Москве Арбат, ну а у нас в Абакане проспект Ленина. И практически всегда эта улица отличается своей привлекательностью или перечнем достопримечательностей. Именно этой мыслью руководствовались архитекторы Абакана, когда готовили проект реконструкции проспекта Ленина. Надо сказать, что применительно к проспекту Ленина у градостроителей масса планов. Вы уже наверняка слышали, что через несколько недель, в выходные дни, он будет одной большой пешеходной зоной. Но чтобы трансформировать проспект в полноценный бульвар, нужно проделать огромную работу. Причем на всей протяженности от улицы Ерыгина до Катанова. Пока что на повестке первый этап – отрезок от Парка Победы до Вяткина. Именно проект его благоустройства выставлен на голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. «Хотелось бы, конечно, сделать более унифицированной данную территорию, чтобы больше было мест для отдыха, локаций, для каких-то услуг, сфер деятельности культурных на данной территории, для того, чтобы было интересно находиться на данной территории. Поэтому дизайн проектом предложено, конечно, и как благоустройство стандартное – это восстановление пешеходных путей, освещение на данной территории, так и размещение дополнительных локаций, которые могли бы привлечь на данную территорию и создать вот такие места для общения». Под благоустройство, согласно проекту, попадает, что немаловажно, не только центральная аллея, но и боковые тротуары, включая территории образовательных корпусов Хакасского госуниверситета. Планируется концептуально связать с будущим бульваром и скверы, прилегающие к Ленина. В идеале должен получиться проспект, одетый в брусчатку с разнообразными зонами отдыха, освещенными изящными, где-то даже футуристичными фонарями. Красота, да и только. А это уже жилой район Гавань, жители которого грезят не о зонах для прогулок и отдыха, а о спортивном объекте. Когда-то жилой район Гавань был спортивным сердцем Абакана. Здесь располагается стадион Торпеда, на котором выросли многие прославленные абаканские теннисисты, хоккеисты, футболисты, представители других видов спорта. К сожалению, сегодня стадион фактически не функционирует, а жилой район практически остался без спортивной площадки. Именно ее строительство предусматривает один из проектов, выставленных на всеобщее народное голосование. Согласитесь, было бы справедливо вернуть спорт в Гавань, чтобы прямо здесь, рядом с гуляющими по скверу медвежонок, мамочками, пенсионерами и детьми, разворачивались, к примеру, футбольные баталии. Тем более, что задачу оздоровления нации никто не отменял. Но вот беда сетует староста района Татьяна Туревич. Площадку хотят все, а с голосованием пока не очень. Здесь вот в сквере медвежонок есть вот такой уголочек, ничем не занят бурьяном, трава, листва и так далее. И мне бы очень хотелось этот угол облагородить, именно построить вот такую площадку, где бы могли дети заниматься и бегать. Открытую спортивную площадку. Поэтому я призываю всех, и проживающих в нашем микрорайоне, и не проживающих, пожалуйста, проголосуйте за сквер медвежонок. Сказывается и то, говорит Татьяна Ивановна, что в районе много пожилых абаканцев, которым перипетии цифрового голосования попросту непонятны. Не беда, в ближайшее время, во время массовых мероприятий в районе, будут работать волонтеры, которые все объяснят и помогут сделать выбор. В общем, дорогие друзья, активно включаемся в голосование, и уже через два года на месте вот этой непонятной конструкции, на месте вот этих скломанных скамеек, появится новая комфортная современная спортивная площадка. Знаете, спортонзор за гавань. О работах на спортивных площадках. В Черногорском парке столицы Хакасии начались работы по реконструкции спортивного ядра. На месте старого мини-стадиона уже этим летом появится новая современная баскетбольная площадка. Оборудование для нее Абакану предоставлено благотворительным фондом Кириленко детям. Мэрия города со своей стороны готовит основание под монтаж спортивного объекта. В Черногорском парке Абакана сегодня работает строительная техника. Начался очередной этап благоустройства, который предусмотрен программой формирования современной городской среды. За два сезона под речки Архаграда практически заново обустроили центральную аллею. Замостили ее плиткой, установили парковую мебель и фонари. На третьем этапе строители взялись за периферийную зону, рядом с улицей Ирыгина. В этом году запланирована модернизация спортивного ядра парка Черногорского. Непосредственно на этой территории размещались открытые уличные площадки спортивные, которые активно использовались горожанами. Просто управление культуры молодежи и спорта проводило соревнования. Рядом много учебных заведений, общежитий и активно использовалась молодежью данная территория. Поэтому принято решение было разместить две современные баскетбольные площадки и одну волейбольную площадку на данной территории. Причем одна из этих баскетбольных площадок, полностью укомплектованная и оснащенная по всем современным спортивным стандартам, появится в Черногорском парке Старицы Хакасии уже нынешним летом. Дело в том, что Абакан стал одним из городов победителей конкурса фонда «Кирилленко детям», основанного известным спортсменом, президентом Российской Федерации баскетбола. Неоднократно в течение последних лет управлением культуры молодежи и спорта подавались заявления для того, чтобы фонд «Кирилленко», это благотворительный фонд, который распространяет баскетбольные площадки по всей стране, предоставил данную площадку в город Абакан. В этом году все свершилось. Такая возможность у нас есть получить готовую площадку с ограждением, с покрытием, с трибунами. Единственное, что непосредственно администрации города необходимо подготовить основание под эту площадку. И такая площадка будет смонтирована, подготовлена и выполнена в этом году. Помимо этого, в течение сезона подрядчики Архаграда подготовят основание еще для двух площадок – волейбольной и второй баскетбольной. Смонтируют рядом с ними уличное освещение и проложат пешеходные тротуары. Так что примыкающая к улице Ирыгина часть Черногорского парка вскоре превратится в настоящий мини-стадион для занятий игровыми видами спорта. Скейт-парк в парке культуры и отдыха Абакана будет восстановлен полностью. Напомним, в конце прошлого года его трюковые элементы были демонтированы для реконструкции. С наступлением теплых дней подрядчик начал возвращать отремонтированные фигуры на место. Качество работ проверил глава Абакана Алексей Люмин. Это называется прямой диалог. На месте мальчишки, которые в скейт-парке днюют и ночуют, дают советы градостроителям на тему содержания и модификации трюковых элементов. Ну а с кем еще советоваться, как не с самыми активными пользователями? Мальчишек здесь, как, впрочем, и девчонок, можно встретить в любое время суток. Это при том, что далеко не все элементы скейт-парка вернулись на место после ремонта. Действительно, после ремонта мы возвращаем элементы скейт-парка. Появляются у нас и новые рампы, например, вот две рампы. У нас, мы ожидаем, в конце мая придет памп-трек. Это один из, наверное, наиболее популярных модных элементов. Мы сегодня со специалистами департамента градостроительства посмотрели, несмотря на то, что элементы новые, но с учетом высокой интенсивности использования, например, выходные, по нашим подсчетам, более 100 ребятишек каталось в этом скейт-парке. И, конечно, их нужно дополнительно усиливать и обрамлять металлом. Мы сегодня посмотрели, и в ближайшее время, в ближайшие две недели эта работа будет выполнена. Все правильно. Экстремальные виды спорта предполагают экстремальный износ конструкции. Но ничего иного при строительстве скейт-парка в администрации признаются и не ожидали. Такие объекты открываются не для красоты, а чтобы обеспечить досуг активных ребят. Так что пусть детвора катаются, а взрослые будут искать варианты поддержания фигуры в рабочем состоянии. Так, например, задумались они и о классическом бетонном скейт-парке. дерево. Ну и, наверное, практика показывает, что полиуретан это наиболее прочное изделие. И, наверное, по итогам года, по концу сезона, мы, наверное, уладеют рампы отремонтируем, что также необходимо сделать. Не исключают градостроители и того, что однажды и без того приличный по размерам скейт-парк придется расширить. Но пока места хватает. И для существующих объектов, и для новых. Но если число скейтбордистов, роллеров и кикскутеристов в городе будет расти, то ничего не поделаешь. В Абакане полицейский спас двух пожилых женщин от мошенников. Насыщенным выдалось дежурство правоохранителей у банкоматов в гипермаркете на проспекте Дружбы Народов. К слову, и сами бабушки пытались обмануть капитана полиции, сказав, что говорят с родственниками и намереваются перевезти деньги им. По информации УМВД, сначала внимание сотрудника привлекла 82-летняя женщина, которая нервно говорила с кем-то по телефону и пыталась разобраться с банкоматом. Разговорившись с бабушкой, полицейский убедился – она попалась на удочку аферистов. Вы подождите, подождите. Вы знаете, кому вы переводите деньги? Вообще запутанная история, я не могу доводить до сведений. Дело в том, что, может, на мошенников так попасться и перейдете свои деньги. А кто их знает? Может. Я говорю, ни одна вам служба безопасности вам звонить не будет. Вы чем не бросите, в полицию обратиться. Вы можете вот этот номер передать, как в полицию, что вам звонили, ради бога. Но только деньги не переводите никому. Если вы деньги сняли, у вас на счетах нет, что вы волнуетесь? У вас никто с вашими деньгами ничего сделать не может. Они у вас. Вика, перестаньте звонить. Я захожу сейчас и делаю дело сама, как считаю нужно. Со слов бабушки, ей позвонила капитан полиции из Москвы, а следом – сотрудница службы безопасности банка. Вместе они убедили пенсионерку, что с ее счета якобы кто-то пытается снять деньги. И нужно скорее забрать их в банки, чтобы перевезти в резервный фонд. Чтобы никакого разглашения не было, естественно, я вышла на улицу без свидетелей в разговор. Вызывает она такси, потом она сама сказала, вызову такси, приезжайте в Альфа-банк, аллею. Спустя некоторое время в магазин зашла другая пожилая женщина и также вела себя подозрительно. Капитан полиции Роман Луцев несколько раз подходил к ней и пытался поговорить о случаях Альфмана, которые сейчас происходят сплошь и рядом. Но горожанка твердо стояла на своем, она общается с родственниками. Вот вы сейчас просто улыбаетесь, а вы уверены, что это ваш родственник к вам позвонил? Да, да, да. Прям точно? Точно. Цель. Кто-то вы меня вот... Прям... Это точно ваш родственник, к вам будете деньги переводить? Или вы просто позвонили с банка, сказали, что у вас деньги снимают? Да, снимают. Никто у вас деньги не снимает с банка? Служба безопасности вам звонила, да? Да. И чтобы вы перевели на резервный счет? Ну, наверное. Вас обманывают? Ну, почему? Это из Москвы звонили. Только после убедительной беседы женщина осознала, она была близка к тому, чтобы отправить аферистам полмиллиона рублей. К счастью, на этот раз мошенники остались ни с чем. Считаете нужная вот эта работа возле банкоматов? Конечно, обязательно нужна. Потому что я не умею пользоваться им. Хоть он там объяснял, что и как, первый, второй, и сделал здесь все равно. Отметим, полицейские Абакана уже вторую неделю несут службу возле банкоматов в крупных торговых центрах города. Именно сюда чаще всего мошенники и ведут своих потенциальных жертв. Правоохранители обращаются к жителям нашего города. Не проходите мимо растерянных пожилых людей, которые говорят с кем-то по телефону возле банкомата. Возможно, вы можете спасти человека от больших финансовых потерь. Наша память в наших сердцах. В России вспоминают героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В 1986 году на этом стратегическом объекте произошла катастрофа. В Абакане проживает более 50 человек-ликвидаторов последствий аварии. Большинство из них первыми прибыли в эпицентр событий. В уютном Абаканском сквере мы услышали их истории. Каждый год весной они собираются у памятника жертвам радиационных катастроф в городском сквере на улице Тараса Шевченко. В центре мемориальной композиции «Мирный атом», который 37 лет назад разделил судьбы этих людей на «до» и «после». Хочется сказать, прежде всего, спасибо большое Чернобыльце за ваш труд, который вы выполнили, который вы прикрыли своими, как сказать, грудью, прикрыли этот атом. Хочется сказать спасибо девочкам, которые там были. Пусть даже не были они на блоках, но они очень много помогали чернобыльцам, женам сказать спасибо. Людмила Викторовна своих друзей-чернобыльцев называет большой семьей. После смерти мужа, героя-ликвидатора, она много лет занимается общественной работой, помогает женам и детям. В Хакасии проживают более 160 человек, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Супруг Галины Шахра и Александр один из первых оказался в радиационной зоне. В составе сибирского отряда помогал устранять тяжелые последствия катастрофы. Жена рассказывает, что никто не знал, какая серьезная командировка предстоит военнослужащим. Страшное, горестное и в то же время торжественное событие. Мой муж Шахра Александр Александрович, первый чернобыльц из Хакасии, уехал тогда еще в июне 86-го далекого года, когда еще никто не знал. Только где-то там редкая информация просачивалась, потому что был 1 мая, потому что нельзя было. И тем не менее, они уже тогда встали защищать наш весь мир. Ну, я там был три раза, то есть я служил в химвойсках, то есть два раза я был в армии, и один раз меня призвали уже после военной службы. Ну, первый раз это нас подняли по тревоге, это буквально когда это произошла авария, и в ночь мы выдвинулись в сторону Чернобыля. То есть, ну, там уже были собраны там все химвойска, то есть, ну, там было непонятно, то есть там огонь, дым, куча народу, машины, то есть, ну, а в дальнейшем там уже ставили задачи боевые. Минута молчания в память о тех, кто рисковал своей жизнью. 37 лет назад спасать Чернобыль от последствий катастрофы поехали сотни людей из разных уголков Советского Союза. Только из Хакассии приняли вызов более 500 человек. Военнослужащие, инженеры, медики, пожарные аварию на Чернобыльской АЭС называют самой тяжелой в истории человечества. Взрыв на четвертом энергоблоке, который стал в 500 раз более губительным, чем бомбардировка Хиросимы. К сожалению, все меньше остается свидетелей этих страшных событий. Радиация, полученная на месте аварии, как бомба замедленного действия, постепенно забирает людей. Оттого ценнее становится память о событиях тех лет. Будем помнить. Орден мужества вручен Абаканцу Альберту Белякову. В 2022 году он служил по контракту, выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции. 22-летний молодой человек был в артиллерии старшим наводчиком, заместителем командира минометного орудия. Указом президента Российской Федерации номер 922, 19 декабря 2022 года, за мужество, отвагу и самоотверженность, правильную при выполнении воинского блога, Беляков Альберт Указом президента Российской Федерации номер 922, 19 декабря. Альберт Беляков, в зону боевых действий попал в первые дни специальной военной операции. Молодой парень решил, что он должен быть на передовой, как настоящий мужчина, защищать интересы своей страны. Уезжали мы в марте месяца, пробыл я там 4 месяца. В июле месяце я покинул зону военной специальной операции, так как получил травму. В такой важный и волнительный день, как сегодня, рядом с сыном его мама Елена Николаевна. Для нее самым сложным было ждать. А вот Вера в лучшее, говорит, не покидала ни на минуту. Я думаю, что благодарна за такую награду. Всем, кто принял в организации этой награды, конечно, тем не менее, это неожиданная новость, то, что такая вот награда, орден, мужество. Очень, конечно, благодарна, рада. Ну, конечно, во-первых, я вот спокойна с возвращением ребенка своего сына. Эти 4 месяца, конечно, они бесследно прошли. Ну, я вот всех матерей, всех родственников, у кого служат жены, я вот призываю, чтобы его держались, были крепкими и не теряли, главное, надежду. Поступать в ВУЗ, изучать иностранные языки, узнавать новое и путешествовать. Альберт поделился сегодня с нами своими ближайшими планами. Наверное, в них и создание семьи, и все, чем полна жизнь каждого человека. Ее ценность Альберт Беляков в свои 22 уже успел познать в полной мере. Герой Советского Союза летчик, полковник запаса Валерий Анатольевич Бурков с 2016 года, известный как монах Киприан, приехал в Бакан и встретился с волонтерами, членами семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На встречу приехал депутат Государственной Думы России от Хакасии Сергей Сокол. Получился честный и открытый разговор о родине и смысле жизни, о преодолении и вере в себя. Что ты спишь, душа моя, не пропутан крепким сном. Сегодня у Валерия Буркова, монаха Киприана, день рождения, и эта песня, наполненная глубоким смыслом, для него подарок. За плечами невероятная судьба, шесть с половиной десятилетий настоящего служения отчизне, такого, каким оно должно быть в его понимании. С января 1984 года он участвовал в боевых действиях в Афганистане, где, подрывавшись на растяжке, получил тяжелое ранение, в результате которого лишился по колено обеих ног. Благодаря своему упорству он быстро встал на протезы и продолжал службу еще в течение десяти лет. В 1991 ему присвоено звание Героя Советского Союза. Почти три года он был советником президента Бориса Ельцина. В 2016 Валерий Бурков принял монашество с именем Киприан. Отец Киприан – это не просто известная личность, я бы сказал бы легендарная личность. Это летчик, герой Советского Союза, полковник, человек, с именем которого мы ассоциируем. Мужество, отвагу, упорство, мудрость. О душе и вере, о том, что помогает не сдаваться в самых сложных жизненных ситуациях, говорил сегодня с собравшимися монах Киприан. Рассказывал, как помогает родным и близким военнослужащих научиться правильно общаться с ними тогда, когда сложно даже профессиональным психологам. А если Бог есть любовь, есть ли место, где Бога нет? Нет, правильно. Бог везде, слышишь, Он везде. Любовь вообще не избирательная, она либо есть, либо ее нет. Вот как солнышко, оно же всем светит, да? Вот и Бог как солнышко, Он светит всем. А вот кто хочет, может побыть на солнышке, позагорать, да? Оздоровиться. А кто-то может зонтиком закрыться, уйти, сказать, да не нужно, мне это солнышко надоело уже. А можно так назагораться, чтобы гореть и повредиться, правда? А от кого зависит? От человека. Вот так же и наши взаимоотношения с Богом. Они от нас зависят. Можно радость получать на солнышке, а можно сгореть в воду. Получился душевный диалог. Обсуждались простые и понятные истины. В зале половина людей старшего поколения, серебряные волонтеры. Но есть и добровольцы из числа молодежи. Слава благодарности в их адрес прозвучали сегодня от депутата Государственной Думы Сергея Сокола. Когда бойцы просто читают даже письма, которые, ну, в общем, даже не от родных своих, да, а просто вот отсюда, поверьте, они их вот, ну, там, на блиндажах, их в блиндаже на стенах развешивали, и это все, все, все совершенно по-другому. Человек, который возвращается оттуда, по-другому видит мирную жизнь. Вот я вот по себе скажу. Я еще до конца не понял. И себя не осознал вот в этом вот новом качестве, но я точно понял, что я уже другой. И наши парни, которые оттуда вернутся, и вернутся без всяких сомнений, они будут той силой, которая будет двигать Какасию вперед. Работа добровольческих объединений, сбор гуманитарной помощи, производство тактических насилок, вся эта деятельность в нашем городе будет продолжена. А всем, кто в ней участвует, такие встречи с людьми, у которых линия фронта прошла сквозь душу и сердце, дают силы, веру и надежду. Я Таран Маргарита Олеговна. Я являюсь директором юридической группы Таран. С 2018 года занимаюсь списанием кредитных и иных задолженностей. Сейчас со мной работает команда классных юристов, антикризисных менеджеров и кризисных управляющих. Своей фирме я дала свою фамилию, поэтому я несу личную и персональную ответственность за положительный исход каждого дела. Фабрика, кухня, все очень вкусно. Берите в магазинах города. Центр дополнительного образования и повышения квалификации открывает набор на курсы. Медицинский массаж, функциональная диагностика. Набираются группы. Зайдите на сайт учебныйцентр19.рф и узнайте больше. Доверьте заботу о чистоте вокруг вас блестящим специалистам своего дела. Профессиональная уборка помещений, мытье балконов, лоджий и окон, мойка натяжных потолков. Клининговая компания «Чистый дом». 26 46 46. Реклама О работе абаканского бизнеса для товаров народного потребления и строительной отрасли. Около 10 лет назад в бизнес-секторе республиканской столицы появилось производство, которое сегодня не имеет аналогов в регионе. Обращаются за это продукция и соседи, как можно зарабатывать на пенопласте и почему именно на нем, расскажем в нашем следующем материале. Еще 9 лет назад таких изделий здесь выпускали от 40 до 60 штук, а сегодня суточный объем до 300 пенопластовых блоков. Холдинг «Завод пенопластов» открылся в 2005 году. В 2003 году предприниматель Михаил Хлопов начал изучать технологию и, найдя подходящую установку, отправился за ней в Кемеровскую область. Тогда здесь работали в основном вручную, потом перешли на полуавтоматический режим и объемы производства увеличились несколько раз. Всегда востребована такая продукция, конечно же, в строительной отрасли. Своей теплопроводностью материал конкурирует даже с кирпичом, поэтому утеплитель универсален и подходит для домов разной этажности. На сегодняшний день это самый популярный и самый дешевый утеплитель, как то, что имеется на сегодняшний день на рынке. Предприятия спросом продукции пользуются как у наших строительных фирм очень активно, так и то, что называется у частного сектора. Многие из тех, кто строит индивидуальные жилые дома в качестве утеплителя, используют продукцию данного предприятия. Предприятие на сегодняшний день практически не имеет конкуренции в нашем регионе, на юге Красноярского края. Предприятие развивается, у предприятия есть стабильный спрос. Ну и самое главное, наверное, то, что у предприятия есть мысли о том, чтобы расшириться. За счет температуры, пара и маленьких крупинок полистирола основного компонента создается пористая структура пенопласта. Белая субстанция смешивается до крупных горошин. Уходит лишняя влага, так и они становятся более упругими. За счет дозатора далее их отправляют в готовую блокформу. После на участок готовой продукции. Действительно у нас сейчас идет рост. Несмотря на санкции, нам как-то наоборот даже в одной, в некоторой степени даже помогло это импортозамещение. Мы наращиваем производство и в планах у нас еще построить еще одно помещение, где мы хотим там еще установить оборудование дополнительное. Мы еще производим и термоконтейнеры, так называемые, для овощей, для рыбы, для мяса. Там вот такое направление основное, хоть и строительное, но вот дополнительно продукты, товары, вернее, народного потребления можем бы их тоже использовать. Горячей проволокой струной рабочие плавят края готового блока. Для его дальнейшей продажи форму определяет заказчик. Однако используют пенопласт и в декоративных целях. Для этого на производстве есть отдельный цех и мастер. Самое главное то, что с учетом всех последних событий санкционная продукция очень резко прибавила в цене, а эта продукция, которая выпускается здесь, на территории, она не так зависима от компонентов западных, и на сегодняшний день она не так растет в цене, а спрос на нее, наоборот, только возрастает. Более подробно о том, в каких условиях сегодня продолжает свое дело холдинг «Завод пенопластов» расскажем в новом выпуске программы «Сделанного Бакани». Что нам стоит дом построить? Более двух лет на городском и республиканском рынках работает предприятие, которое делает готовые дома под ключ с полным техническим оснащением и даже мебелью. Понравившийся дом не только доставят, но и установят. Насколько востребовано сегодня такое домостроение в Бакани, расскажем далее. Специалисты администрации города встретились с предпринимателем, чтобы обсудить совместные проекты. Скорость строительства, легкость конструкции, энергоэффективность, вариативность и выгодная стоимость – это лишь часть тех преимуществ, которые предлагает новое направление в жилом строительстве. Юлий Наумов – предприниматель с большим стажем, давно занимается производством и продажей мебели. Идею каркасного строительства, изучив вопрос, взял как новое направление для бизнеса на одной из профильных выставок. Привез технологию в Абакан и начал производство. Малоэтажное строительство включает в себя производство домов, бань, беседок, бытовок, рабочих пространств. Покупателю остается выбрать подходящую по требованиям постройку и место для доставки. Установку и запуск на себя возьмут специалисты. Мы сегодня побывали в магазине домов. Вот в магазине домов я еще ни разу не была. И на самом деле вот эта идея, она же на самом деле не нова, о том, что ты можешь взять, заказать, вот так по каталогу, хочу вот этот домик, домик у меня под ключ, сделать там мебель, и все у меня готово. Это есть участок, ставим участок, я живу в своем доме, я объединяюсь с природой и так далее. И очень радостно, что это нужно сделать здесь, в Абакане. Это не самый простой бизнес. И то, что вообще в принципе сюда наши предприниматели вложились, вошли и успешно второй год уже на рынке функционируют, именно в этом направлении, говорит о том, что это востребованная услуга. Тем более, я так понимаю, так или иначе, все, кто отдыхает на озере Шара, на озере Белё, с этой продукцией знакомы. Просто они опять-таки не догадываются, что сделано это все в Абакане. Первым крупным проектом, куда были доставлены дома малой этажности этого предприятия, стал Минусинский район. Теперь там находится загородный поселок Эколайф. Объемы предприятия растут. Санкции, подчеркивает руководитель, отразились, но большая часть сырья для производства российская. Думаю, что это тренд, тренд будущего. Почему? Потому что это быстровозводимые модульные дома, которые могут быть также для круглогодичного проживания. То есть, я повторюсь, вы пришли, вам понравился объект, вы заказали у нас 2-3 недели, и вы наслаждаетесь жизнью в новом, качественном доме. Санкции отразились частично, ну, понятно, что это покупательная способность. В целом, да, был небольшой рост по материалам, но ввиду того, что мы работаем в основном на российских, ну, то есть мы не ищем замещания импорта, да, то, в принципе, мы остались в рынке и постарались не отражать на стоимости конечного продукта. Более подробно о том, в каких условиях сегодня продолжает свое дело группа компании «Столплит», расскажем в новом выпуске программы «Сделано в Абакане». Партнерские встречи со студентами Хакасского госуниверситета провел глава Абакана Алексей Лемин. В ходе беседы учащиеся услышали ответы на интересующие их вопросы о городе и о личных успехах мэра. Подробности далее. На такой прекрасной ноте для студентов Хакасского госуниверситета начинаются партнерские встречи. Сегодня на их вопросы готов отвечать глава Абакана Алексей Лемин. В роли экзаменатора мэра – ректор вуза Татьяна Краснова. Именно она принимает ответ Алексея Викторовича. Алексей Викторович, по проспекту Ленина довольно убитые тротуары. Кто за них отвечает? Есть в плане их ремонта. Правда ли, что мэр взбирался на Эльбрус? Умеет ли он готовить и по какому принципу отбирает себе команду? Примечательно, что интересуют студентов не только вопросы о личных достижениях главы, но и о городе. Так, один из учащихся спросил о благоустройстве проспекта Ленина. Прозвучали и вопросы о приютах для бездомных животных и о строительстве новых школ. Если говорить про Хакасский государственный университет, меня очень многое с ним связывает. Татьяна Григорьевна являлась и моим научным руководителем, когда я писал кандидатскую диссертацию. Я в настоящее время и работаю в университете. Я возглавляю государственную дистанционную комиссию на факультете государственного муниципального управления. И, конечно же, встречи в университете должны быть всегда на постоянной основе. В 2009 году я также в этом зале читал лекцию. Я надеюсь, что в ближайшее время мы продолжим этот диалог и есть задумка прочитать лекцию о территориальном планировании города Абакана. Встреча, конечно, прошла очень живо, интересно. И я надеюсь, студентам понравилось так же, как мне. Я вообще занимаюсь как легкоатлетикой. В принципе, я знаю то, что открылся новый манеж. И мне достаточно приятно, что глава города все рассказал нам, все показал. В принципе, мы видим рост города дальнейший. Поэтому приятно. Рассказал глава города и о голосовании за благоустройство общественных территорий. Так многие из ребят впервые услышали о бульваре выходного дня, который начнет работать уже в конце мая. Интересным вопросом было про отсловав собак бездомных. Потому что я сама живу в частном секторе. И спасибо, что такую работу проводят. Потому что действительно страшно по ночам. Но поздно вечера выходить бездом. Потому что вот эти дикие собаки очень агрессивно бывают настроены. Да, опять же, про этот бульвар, в принципе, это довольно неплохая идея. Мне, в принципе, нравится этот район. И гулять по нему, особенно если это воплотят эту идею, то будет еще лучше. Гулять здесь, проводить время. А встреча, я думаю, тоже вполне себе интересная и важная даже в какой-то степени. Конечно, о городе, о развитии города, о перспективах развития. И вообще о том, как стать, наверное, главой города, было сегодня полезно послушать. Похоже, обе стороны остались довольны итогами этой встречи. Поэтому теперь они будут проходить чаще. Кроме того, глава Абакана Алексей Лемин и министр физической культуры и спорта Хакасии Сергей Качан встретились со спортивной общественностью города. Главная цель – обсудить вопросы развития сферы, а также проблемы взаимодействия между муниципальными и министерскими учреждениями. Разговор получился долгим. Подробности материали Анзора Сабанова. В последнее время абаканские власти особое внимание уделяют развитию спортивной сферы города. Всего несколько недель назад глава столицы Алексей Лемин встретился с руководством каждой спортивной школы для того, чтобы выявить проблемы, с которыми сталкиваются представители того или иного вида и найти пути их решения. Как выяснилось, общее для всех – это взаимодействие с Министерством физической культуры и спорта, что и стало основной причиной сегодняшней встречи с участием министра Сергея Качана. Но началась она не с проблем, а с награждением лучших абаканских спортсменов начала 2023 года. Победителям и призерам всероссийских турниров, а также их тренерам вручены различные городские, республиканские и федеральные награды. Каноненко Владислав за третье место на первенстве России по кроссу. Среди юнеров 20 лет. Переходя к общению с представителями спортивной сферы, Сергей Качан и Алексей Лемин обозначили основные задачи, которые стоят перед спортивным обществом республики. Это и достижение показателя в 70% систематически занимающихся спортом жителей, и готовность к работе в условиях демографического спада, который начнется в ближайшие несколько лет и многое другое. Задача сделать вид спорта популярным, задача, чтобы в ваш вид спорта шли ребятишки, я считаю, что это задача номер один. То, что сказал Сергей Владимирович в части демографического кризиса, я подтверждаю. Через 2-3 года мы все столкнемся с тем, что наборы в первые классы будут падать, они уже, вот мы ждем, что это будет со следующего года, и вы также будете испытывать проблемы с набором в наши школы. Это действительно так. И до тех пор, пока не будет отработано нормальное взаимодействие со школами, не у всех, у некоторых эта работа отлажена, она ведется, но со школами нужно отрабатывать. Мы готовы на это пойти, мы готовы садить директоров школ, начальника управления образования, начальника управления спорта, и чтобы находили общий язык и взаимодействовали. По-другому не получится. Коснулся министр физической культуры и спорта и частых спорных ситуаций. Так, например, говоря о командировках спортсменов, он в очередной раз обратил внимание тренеров на необходимость индивидуальных планов, а самое главное – выполнение целей, под которые запрашивается финансирование. То есть, если деньги выделяются, то должны быть и победы, на что спортсмены закономерно возразили – разве можно предсказать спортивный результат? И что касается командирования, я же сказал федеральному, ой, уже о финалах. Мне кажется, здесь сами тренеры должны лучше прийти и сказать, давайте мы поедем еще на турнир, тем более, ну, давайте по футболу, у нас очень много региональных всевозможных турниров, это будет дешевле, чем мы опять поедем за Урал и потратим там миллион рублей, и вот к этому, чтобы ответственность, если ответственность тренера в том числе, может быть, стоит нам съездить, опять же, на несколько турниров здесь, накатать эту команду, и на следующий год уже выступ делать, ну, так бы тоже, ну, не категоричен я не буду, потому что это спорт. Вообще, именно командировкам спортсменов и их финансовому обеспечению была посвящена львиная часть вопросов, адресованных министру спорта и главе Абакана. К слову, как отметил Алексей Лемин, сейчас решается вопрос о том, чтобы поддерживать финансово одаренных спортсменов не только на республиканском, но и на муниципальном уровне. Второй блок вопросов – это строительство объектов, в частности, предназначенных для единоборств. В центре единоборств мы начинаем, возобновляем строительство со следующего года. Но задача проектировщикам поставлена, в настоящее время мы активизируем проект, определяем новую сметную стоимость. В старой базе, в старой, это было по состоянию лет на 5-6 назад, он стоил где-то порядка 130 миллионов рублей. Из них освоено 20 миллионов рублей. Сколько будет он сейчас, я пока не готов сказать, но это будет дорого. Общение продолжалось почти два часа, и далеко не все вопросы были заданы. Так что нынешняя встреча определенно не последняя. Городимся вами. Глава Абакана Алексей Лемин встретился с ветеранами нашего города. Люди особой закалки, мудрые, сильные духом, настоящие патриоты своей страны. Нашим уважаемым бабушкам и дедушкам уже много лет, но возраст им к лицу, а их жизненные истории, судьбы достойны глубокого уважения и гордости. Встреча за чашкой чая получилась теплой и душевной, а праздничную атмосферу создали артисты ансамбля «Зоны», которые исполнили песни в военной молодости ветеранов. В городе Абакане сложилась добрая традиция. В канун празднования Дня Победы приглашать ветерана Великой Отечественной войны в администрацию города. Такие встречи проходят в администрации Абакана каждый год. Ветераны – почетные долгожданные гости. Их окружают заботой, дарят подарки. Мы одна семья, семья Абакана, а старшее поколение – главные наставники в жизни. Сегодня для нас очень волнительный и важный день. Важный он потому, что мы встречаемся с вами, с нашими легендарными, с нашими замечательными ветеранами. Людьми, которые пережили тяжелейшие невзгоды. Людьми, чей жизненный путь будет для нас, молодых, примером и ориентированным. Сегодня на встречу в администрацию города пришли 12 человек. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, дети войны. Стойкие ветераны сдаются годами, но в нашей памяти навсегда их истории и воспоминания. Абакан гордится встречами за круглым столом в Большом зале администрации города, гордится шествием фронтовичек по улицам к Парку Победы, никогда не забудет победный марш участников Великой Отечественной войны 9 мая. Наш телеканал хранит эти бесценные кадры. Возможно, вы узнали своих близких. А сегодня звучат их песни. Песни их молодости. С Днем Победы. Раиса Сергеевна Емельянова – вдова почетного жителя Абакана, фронтовика Алексея Васильевича Емельянова. Ее муж служил на Техокеанском флоте. Когда началась война, Раиса Сергеевна с родителями жила в Туве. Ей было 11 лет. Каждое утро дети шли в поле вязать снопы, а зимой вязали для солдат рукавицы. Кто положил мой муж в свою жизнь? Служению Отечеству раз, воспитанию молодого поколения как учитель, как директор сельхозтехникума. Он воспитал ветеранов, ветеринаров, зоотехников, гидромиллиораторов, которые крепят экономику Акассии. Разговор за чашкой чая проходит неспешно. На встречу пришел писатель, ветеран боевых действий в Афганистане Геннадий Синельников. Он рассказывает о благородном поступке своего деда. В 1945 году колхозник Давыд Сергеевич Бакалов на все заработанные деньги купил военный самолет. На нем позже летал его земляк, летчик Василий Соловьев. Два года назад издал книгу по заявке моего братца Хакассия о славе державы. Здесь очерки о наших ветеранах боевых действий. Плюс есть очерки. Очерк один я включил о своем дедушке, отце моего отчима, Бакалов Давыд Сергеевич, который в январе 1945 года, это вполне официально, есть книга «История Хакассии», в 1945 по 1961 год там указано, на чем он купил на все средства самолет, и на этом самолете воевал выпускник Черногорской авиационной школы Соловьев. Это исторический факт. Я включил этот суда, то есть отдал дань уважения не старшему поколению. Алексей Дмитриевич Грушевский – труженик тыла. Он на всю жизнь запомнил 1941 год, когда отца разбудила мать тревожным сообщением – война. У меня ушел папа на фронт и погиб в 1943 году, а семья была 6 человек, остались. Мама больная была, остались подростки, без отцовщина, в то время называли. А когда победу узнали, расскажите. О победу шли с работы, смотрим, флаг разбивается над администрацией, и всех сразу в митинге начались, поздравляют друг друга. «Будем жить», – говорят ветераны, ради детей и внуков, ради будущего своей страны и подпевают песни военных лет. Песни своей молодости вместе с артистами ансамбля «Звоны». В преддверии Дня Победы в Абакане стартовала и традиционная акция «Концерт для одного ветерана». В жилом районе Западный коллектив городского центра культуры «Победа», воспитанники детского сада «Аленка», староста Наталья Абышева и соседи поздравили Михаила Емельяновича Кучеренко. В этом году ему исполняется 96 лет. «Они собрались для того, чтобы поздравить вас с главным праздником нашей страны. Главнее праздника Дня Победы у нас нет. Мы пока помним, пока память жива, все у нас будет хорошо. Мы гордимся тем подвигом, который совершили вы и ваши друзья в годы Великой Отечественной войны». Сегодня во дворе многоквартирного дома на Чертыгашево настоящий праздник – концерт для одного ветерана. Поздравление с наступающим Днем Победы принимает долгожитель, участник Великой Отечественной войны Михаил Емельянович Кучеренко. На момент, когда ему пришлось прочувствовать на себе все тяготы военной службы, потерю родных и близких Михаилу Емельяновичу не было и семнадцати. В нашем жилом районе ветеран Великой Отечественной войны остался только один. Это Михаил Емельянович Кучеренко. Но помимо него у нас есть еще и женщины, друженицы тыла, которых мы тоже будем поздравлять. Вообще в течение вот этих вот майских первых дней у нас в жилом районе будет проведено четыре таких концерта. И один большой концерт для всех жителей микрорайона Западный. В преддверии Дня Победы такие знаки внимания для наших ветеранов очень важны. А самое главное, чтобы люди, которые живут рядом с ними, знали, что в их доме проживает такой замечательный человек. Поздравить ветерана Великой Отечественной войны собрались и его соседи, и жители окрестных домов. Те, кто в силу здоровья не смог спуститься вниз, наблюдали за концертом из окон. Сегодня здесь звучат самые добрые и знакомые каждому песни и стихотворения. О Великой Победе, о той счастливой весне, о том победном мае. Знаю, что там поздравляют ветеранов, потому что они были на войне. Пожелаю, чтобы он был здоров и никогда не умирал. Я хочу пожелать, конечно, самое главное, это долгих лет жизни, это счастья, здоровья, благополучия. Несмотря на то, что у нас сейчас происходит в России, чтобы как-то не отражалось это на наших ветеранах, потому что мы очень чтим память ушедших, которые сейчас живы остались. Мы очень благодарим их за эту жизнь на земле. В этом году Михаил Емельянович отметит свое 96-летие. Однако, несмотря на такой почетный возраст, мужчина полон жизненной энергии. Он очень любит поговорить, сам ходит в магазин. Сегодня он с теплой грустью вспоминает своих товарищей. На вопрос, что пожелаете всем в этот день, отвечает, не задумываясь, спокойствия и мирного неба. Для нас уже ветеранов-то осталось. По-моему, 20 человек на все хоккасе. Да, так я слышал. А что пожелали бы? В хорошей жизни, спокойной. Спокойной. Чтобы не ждали войны. Я войну-то испытал, знаю. Я в 17 лет на фронте был. До 9 мая такие концерты заглянут ко всем абаканским ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Вся следующая неделя, безусловно, будет подчинена главному празднику страны. Дню Великой Победы. О том, как город встретит эту памятную дату, обязательно и подробно будем говорить со 2 мая. Я желаю всем удачных выходных.